Новая 60-я серия Скибеди Туилет получилась очень мистическим, а местами даже шокирующим. В этой серии мы впервые увидели улучшенного Скибеди Ученого, а также мы узнали о секретной способности Тивменов. И в сегодняшнем разборе вы узнаете, что говорит Джимен Скибеди Тарелки, почему его так жестко хотели убить, что скрывает Скибеди Ученый и с какой целью он спас Джимена от смерти. А также расскажу про абсолютно каждую деталь, которую вы могли пропустить. И поверьте, в этой серии этих деталей ох как много. Так что перед началом ставь лайк и подпишись, чтобы быть всегда в курсе, что происходит в Скибеди Вселенной. Сейчас будет жарко, поехали! 60-я серия вышла очень поздно, если вы заметили. Это связано с тем, что до этого он выпустил подборку 20 последних серий, тем самым подогрев интригу и интерес к юбилейной серии. А также, чтобы эта самая подборка набрала хорошие просмотры. Я, кстати, и в шортсах, и в телеграм-канале уже говорил, что серия выйдет 3 сентября. А также то, что мы увидим Тивмена. Все мои слова подтвердились. Хотя они были основаны только лишь на моих доводах. Ну а теперь давайте перейдем к основному разбору. Серия начинается с камерамена на какой-то вышке. Судя по одежде, это обычный камерамен. Он вместе с нами шпионит за Джуменом. Сама локация это какой-то заброшенный аэропорт. То есть это место не лаборатория туалетов. Скорее всего, Джумен был на полпути к лаборатории. Однако его остановили пару диверсантов, которые были в курсе о его неудачной битве и о том, что они из-за него потеряли спикермена Титана. И вот, тарелка разозлилась на шашлыка. А шашлык в свою очередь ему отвечает. Ара, ты думаешь против двух титанов легко? Я чуть не умер. Скажи спасибо, что хоть вернулся. На самом деле, точно, конечно, никто не переведет их слова. Однако, то, что нам впервые показали, как они между собой общаются, это очень круто. И было интересно за этим наблюдать. В самом конце этого разговора Джумен отвечает НИТ-НИТ. Очень созвучно со словом НОУ, то есть НЕТ. Это говорит нам о том, что он не просто поругал Джумена и был не в восторге, что он все профукал. А еще и то, что он ему попросил сделать что-то. Например. Пойдем с тобой на свидание сегодня. Иди в жопу. Или... Давай вместе посмотрим теле и пузика. Ты че больной? Ну ладно, если без шуток, к этому разговору мы еще вернемся в конце ролика. На следующей сцене мы видим как раз таки устройство, которое уже видели в сливе кадра. И как мы уже понимаем, это нифига не было каким-то модным аксессуаром и улучшением. Это ничто иное, как технология для пыток и боли. Если обратите внимание, что происходит с Джуменом, когда большая тарелка одевает на него это, то мы можем заметить, что он начинает сопротивляться. Ему очень больно. Настолько больно, что он закрыл глаза и открыл рот в этот же момент. Младшая тарелка захотела его покормить парочкой ароматных ракет, что нам говорит о их намерении убить Джимена. То есть эти диверсанты настолько не рады, что теперь против них будет воевать два титана, что готовы уничтожить их сильного бойца. Но этому помешает скибиде ученый, который нехило улучшился. Во-первых, понятное дело, как мы видим, стал намного больше. Даже больше самого Джимена раза в два-три. Прикрепил себе парочку Джи Би Л колонок, чтобы идти в школу с музоном, ведь учеба уже началась. И плюс ко всему этому, решил сделать косплей на Человека-паука. Так как мы тут можем видеть, что он решил все столбы этого города притепить к себе. Также не менее важно отметить, что у него есть другие столбы, которые являются не ногами, а чем-то другим. Особенно меня удивил вот это. Вроде меч, но зачем такой длинный и тупой? Это больше похоже на огромную арматуру. Что касается других его улучшений, мы про них еще успеем поговорить. А сейчас давайте пойдем дальше, так как тут начинается самый интересный момент. После того, как камераменов заметили, и они обменялись лайками в последний раз, в момент, когда в них выстрелил ученый, мы можем наблюдать силуэт скибиди ученого, который приближается к сломанному камерамену. Но это еще не все. Я специально посмотрел каждый кадр и заметил, что тут есть еще и человек, очень похожий на Дефбума, которого мы уже видели в 47 серии. Я догадываюсь, кто это может быть и что он тут делает. Это уже второй раз, когда какой-то тайный человек приближается к агенту после убийства, с какой-то непонятной целью. И что самое страшное, мои слова, что он помогает именно скибиди туалетом, было верной. Потому что если в предыдущий раз мы точно не знали, как это было, то есть со 100% вероятностью непонятно было, он подошел к агенту на глазах туалетов или как-то прикрываясь, я даже где-то чал теорию, что камерамен в момент удара упал с крыши, и только потом Дефугбум подошел к нему. И вот такими доказательствами хотели мне доказать, что я не прав, что вот Дефугбум не помогает скибиди туалетом и точка. С выходом этой серии уже вопросов не осталось. Мы четко видим такую картину. Ученый скибидист убил агента, и Дефугбум дружно с ним же вместе подошли к нему явно не помочь. Что они делают с этими камераменами после уничтожения, и с какой целью Дефугбум постоянно приближается именно к определенным камераменам, а не ко всем подряд? Если вам интересно узнать мою теорию об этом, давайте наберем под этим видео 100 тысяч лайков. Как только набирается это число, я сразу же кидаю ролик, где я расскажу более подробно про этот момент. И также расскажу, что нас ожидает в будущих сериях. После этой сцены происходит крутой твист, который я вообще не ожидал. Оказывается, все это время мы смотрели на эти кадры через прямую трансляцию Тивемена. Отмечу, что этот сюжетный поворот поменял многие мои представления о их расе. Это объясняет, почему Тивемены в основном такие бесчувственные. Ведь они, получается, могут видеть войну с разных ракурсов и по многу раз в день. И скорее всего, каждый из них видели огромное количество смехти, причем от первого лица. Вы представляете, какая это ментальная травма для робота с искусственным интеллектом? Также он сказал Press F to pay respect. Я думаю, что такое Press F вы и так знаете. Про Тивеменов и моих новых мыслей я также буду готовить ролик, поэтому подпишись на канал, чтобы не пропустить. Далее мы видим, что за всеми событиями, кроме обычных агентов, также и наблюдали Титаны вкупе с армией спикерменов. В конце серии мы видим крутой жест, в переводе на слова это примерно Мы их всех борьем, спикермен, отдай-ка мой молот. Что ж, теперь перейдем к теориям. Как мы знаем, в основном все битвы перешли из США в Европу. И это означает, что агенты уже на полпути, чтобы дойти до главной лаборатории туалетов. В свою же очередь, сами туалеты также не стоят на месте. Если скибиди ученый выглядит так, то я боюсь представить, что мы можем увидеть в будущих сериях. А также теперь мы видим истинного босса туалетов. И можете не сомневаться, это только верхушка айсберга. И кроме Титана ученого скибиди, будут и другие монстры. Судя по фразе перед выходом серии, где Дефукбум заявил, что это только начало, Я могу предполагать, что сейчас начнется череда серий, где мы будем видеть скибиди туалетов и то, что происходит внутри их армии. Надпись под самой серией переводится как «Остротуалеты злятся на неудачу G-туалета». То есть он про эти тарелки говорит. Как я и говорил, это некие диверсанты. Или какая-то туалетная банда, которая агрессивно настроена к скибидистам, которые возвращаются из боя проигравшими. Пока слишком мало времени прошло, чтобы я красиво упаковал для вас все мои мысли по этому поводу. Поэтому давайте так договоримся. Я уже сейчас начну делать следующий ролик, а вы в это время попробуйте вашими комментариями, лайками и подписками взорвать и уничтожить актив на этом ролике. Так, чтобы все офигели. И кстати, я создал второй канал, где буду делать лайтовые ролики без монтажа. Там уже вышла моя первая реакция на серию. Можете подписаться и посмотреть, если интересно. Всем аривидерчи, друзья. Не забудь про лайк и подписку. Спасибо за просмотр. Пойдем с тобой на свидание сегодня. Иди в жопу! Или... Давай вместе посмотрим телепузиком. Ты че больной? Пока! 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 Продолжение следует...